Псалом восемьдесят первый. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Да коли будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Псалом 82. Песнь. Псалом Асафа. Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем мы истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Эдомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне, Гевал и Аммон, и Амалик, филистимляне, жителями Тира, и Ассур пристал к ним, они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре, что Иовину у потока Кессона, которые истреблены в Эндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селения Божие. Боже мой, да будут они, как пыль вихри, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурью Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи, да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, Которого одного имя, Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83 Начальнику хора на Гевском орудии Кореевых сынов Псалом Как вожделенно жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому, и птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже, сил, услышь молитву мою, внемли, Божий Иаковлев, Боже, защитник наш, приникни и призри на лице помазанника Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь, Бог, есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господь сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Псалом восемьдесят четвертый. Начальник ухора Кореевых сынов. Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи Его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасения Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облабызаются, истина возникнет из земли и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой, правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы Свои. Псалом 85 молитва Давида Преклони Господи ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ, сохрани душу мою, ибо я благоговерю пред Тобою, спаси Боже мой, раба Твоего уповающего на Тебя, помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день, возвеселить душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою, ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глазу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик, и творишь чудеса, Ты, Боже, един Ты. наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей, не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня, даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Притчи глава семнадцатая Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищем, тот хулит творца его, кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным, а милосердый помилован будет. Венец стариков сыновья сыновей и слава детей родителей у верного целый мир богатства, а у неверного неабола. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному устал живы. Подарок драгоценный камень в глазах владеющего им, куда не обратиться он успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели разгорелась она, оправдывающей нечестивого и обвиняющей праведного оба мерзость пред Господом. К к чему сокровище в руках глупца. Для приобретения мудрости у него нет разума. Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться, а уклоняющийся от учения впадает в беды. Друг любит во всякое время и как брат явится во времени счастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кость. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицем у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. хладнокровен, хладнокровен. Продолжение следует...